RAW или JPEG? JPEG или RAW? Вот в чем вопрос. Привет, меня зовут Виктор, сегодня мы разберем самую актуальную тему для фотографов, особенно начинающих. Ровно так же, как мы когда-то сравнивали PNG и JPEG, сегодня мы сравним самый востребованный формат у фотографов, а именно RAW и JPEG. В чем заключается их отличие, почему все советуют использовать этот пресловутый RAW и почему в некоторых случаях он может вам навредить? Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Давайте начнем с самых основ. Файлы RAW хранят в себе всю информацию о том, что поступает сквозь матрицу в ваш фотоаппарат. Количество света, уровень теней, насыщенность каждого из возможных цветов, баланс белого и даже цветовой профиль камеры. И когда речь заходит о JPEG, то здесь все сильно проще. Благодаря компрессии преимуществом JPEG является размер файлов, а это значит, что диапазон информации, хранимой в одной фотографии, существенно ниже. А это разрешение и цветовой оттенок того или иного пикселя. То есть, если упрощать RAW или же сырое фото, это необработанное изображение, а JPEG, соответственно, обработанное фотоаппаратом, либо же камерой смартфона, к примеру. И теперь давайте немного поговорим о технических характеристиках JPEG файлов. JPEG, как мы знаем, это всегда 8-битное изображение. Не бывает 16, 32 и так далее. А это значит, что в подобных фотографиях хранится по 256 оттенков красного, зеленого и синего цвета. И суммарно это 16 миллионов цветов. И это весьма внушительное значение. Но изображения RAW могут быть как 12-битными, так и 14-битными. А это уже 400 оттенков каждого из вышеупомянутых цветов. И это, на секундочку, 68 миллиардов цветов суммарно. И это если мы говорим исключительно о 12-битной фотографии. А если ваш фотоаппарат выдает RAW изображение в 14-битном диапазоне, то вы готовы? Ну, более чем 4 триллиона цветов будет храниться в одном изображении. И, как я уже говорил, RAW файлы имеют больший динамический диапазон. Что значит, вы с легкостью сможете восстановить утерянные детали, если недоэкспонировали, либо переэкспонировали фотографию. И мы рассмотрим наглядные примеры, но чуточку позже. А пока поговорим о еще одном плюсе RAW формата. В отличие от JPEG, RAW не повышает резкость изображения программным способом. А это значит, что вы можете усилить эту самую резкость любым из наиболее подходящих, на ваш взгляд, способов. И самое главное преимущество для тех людей, для кого важно иметь авторское право на изображение, только при помощи RAW фотографий вы сможете доказать, что ту или иную фотку сделали именно вы. Благодаря методам данным, хранимым в этом самом файле. Ну а теперь, когда мы разобрались о плюсах и минусах, давайте сравним на практике этот невероятный формат RAW со старичком JPEG. Отправляемся в фоторедактор. Начнем с недосвеченного изображения, ибо это отличный пример, где явно будет видно преимущество. Давайте для начала откроем JPEG, и первым очевидным решением будет поднять темные оттенки на фото. И мы можем это сделать, но есть ощущение, что фотография бракованная. Информация в тенях, конечно же, немного проявляется, но не так, как это происходит в случаях с RAW форматом. Взгляните, идентичные настройки в программе, однако какова разница? И это основное отличие двух форматов. А для чистоты эксперимента давайте перейдем к как раз таки пересвеченному фото и посмотрим, как можно восстановить засвеченные участки. Мы открываем RAW файл и опускаем светлые оттенки. Если недостаточно, можно опустить еще и белые. И кажется, будто какая-то магия. Проворачиваем то же самое с JPEG, и нет, к сожалению, это брак. Это никуда не годится. И теперь давайте представим, что во время съемки мы промахнулись с балансом белого. Попробуем и его восстановить. И снова попадание. RAW с этой задачей справляется, ну, просто изумительно. В то время как JPEG будто бы тонирует изображение в ту или иную сторону. Да, поправить баланс белого глобально можно, но это происходит явно хуже, чем с RAW форматом. Я бы показал вам еще огромное количество примеров, но есть ли в этом смысл? Я думаю, суть вы поняли. Но, к слову, RAW форматы переваривают далеко не все фоторедакторы. Если вы как раз ищете фоторедактор, который без проблем поможет вам обработать RAW фотографию, а еще и весит немного, то мой вам совет – фотомастер. Это крайне простой в освоении и крайне легкий с точки зрения размеров фоторедактор. Он не занимает много пространства на вашем компьютере, однако имеет в себе отличные инструменты для кадрирования, кривые. Также есть неплохие инструменты для ретуши с использованием искусственного интеллекта. И огромное количество творческих фильтров, при помощи которых вы сможете дополнить атмосферу того или иного снимка. И более того, преимущество заключается в том, что когда вы открываете фотографию в RAW формате, в фотомастере, вы можете выбрать готовый пресет обработки. Программа сама анализирует, что же находится на снимке, и предлагает дотянуть или как раз-таки опустить те или иные оттенки, яркость, контрастность – все в этом духе. В общем, качайте фотомастер по ссылке в описании. И если вдруг по истечению пробного периода в 5 дней вам покажется, что данный фоторедактор – это то, что вам нужно, вы можете по все той же ссылке приобрести полную версию со скидкой 60%. В общем, переходите по ссылке в описании, ознакомливайтесь с фотомастером, а мы идем дальше. Итак, давайте подведем итоги. Плюсы и минусы двух этих форматов. Первое, конечно же, это количество хранимой информации в одном файле. JPEG – это обработанное фото вашим фотоаппаратом, RAW – это сырой исходник или же непроявленная пленка. Грубое сравнение, но я думаю, вы согласитесь. В общем, изображение, которое можно дожать в фоторедакторе. Из недостатков RAW сложно что-то отметить, ибо лично меня данный формат целиком и полностью устраивает. Но есть также мнение и других фотографов. Для некоторых недостатком является размер файлов. RAW изображения могут весить в разы, а иногда и в десятки раз больше. И это имеет право на существование. Но в наше время флешки стоят крайне дешево и несут в себя огромное количество памяти, поэтому я не вижу проблем в том, чтобы фотография весила больше, но у меня была возможность ее обработать целиком и полностью. Но также, конечно же, размер файлов влечет за собой и время, когда вы скидываете фотки на компьютер. Понятное дело, что чем больше фотография весит, тем дольше она скачивается, но это тоже не такая большая проблема. Опять же, жертвовать возможностями обработки в угоду тому, чтобы скинуть фотографии быстрее, ну, наверное, сомнительно. И раз уж и речь зашла об обработке, есть еще и консервативные фотографы, которые считают, что обрабатывать фотографии не нужно. А в случае с RAW файлами вы не можете загрузить там файл формата CR2, например, в какой-нибудь ВКонтакте. Вам по-любому придется эту фотографию через фоторедактор прогонять, обрабатывать и только потом выкладывать в социальные сети, к примеру. Но лично я думаю, и вы тоже, люблю обработку фоток. Потому недостатки RAW перед JPEG дело очень деликатное и очень субъективное. И на этом, кажется, сегодня все. Да, ролик получился короче, чем обычно. И по понятным причинам нет смысла его растягивать. Все и так очевидно просто. Но все-таки, что вы предпочитаете использовать при съемке? Может быть RAW? Или может быть JPEG? Или может быть RAW плюс JPEG? Почему? Расскажите в комментариях, будет интересно почитать. Ну а мы с вами не прощаемся. Увидимся в новых интересных видеороликах.